Почти все хранят молоко на двери холодильника, так как она идеально подходит для этого. Это место очень удобно, ведь молоко можно быстро достать или заменить. Прокисшее молоко не очень приятно, хотя и ему можно найти применение. Есть несколько хороших способов сохранить молоко свежим в течение долгого времени. Организация процесса имеет важное значение для сохранения продуктов питания свежими как можно дольше. Это может стать неожиданностью, но если вы хотите, чтобы молоко дольше было свежим и вкусным, не храните его на двери. Лучшие места для хранения молока – нижняя или средняя полка. Дверь холодильника подвергается самым большим колебаниям температуры, что делает ее непригодной для продуктов, которые должны храниться при постоянной температуре. А ведь молоко и молочные продукты всегда должны быть охлажденными. Вместо того, чтобы поставить молоко в дверь холодильника, разместите его на одной из средних полок. На верхней полке холодильника должны находиться продукты, которые не нужно готовить. Это хорошее место для колбас, мясной нарезки и разных остатков. На полке ниже нужно хранить молоко, сыр, сливочное масло и йогурт. Это также хорошее место для яиц. На нижней полке холодильника храните сырые продукты, такие как мясо и свежая рыба. Эта полка является самой холодной, поэтому скоропортящиеся продукты на ней сохраняются дольше. Размещение сырых продуктов на нижней полке также помогает свести к минимуму риск загрязнения, так как жидкость, которая капает с сырого мяса, не разольется по всему холодильнику. Ниже есть ящики для хранения овощей и фруктов. Чтобы продукты дольше сохранялись свежими, они должны быть в оригинальной таре или упакованы. И, наконец, дверь. У вас может возникнуть резонный вопрос, если нельзя хранить молоко на двери, то что же можно? На двери можно держать приправы и другие продукты с натуральными консервантами, такие как джем, желе и соки. Поделись этой полезной информацией со своими близкими и друзьями. А на этом все. Ставьте лайк, если понравилось видео. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok